Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором всегда есть что посмотреть по танкам. В день я публикую по несколько видео на разную тематику, поэтому если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. Сейчас я потрачу вам полчаса времени только на то, чтобы прокомментировать открытие Данилой Осиповым. Да-да, именно тем, который прислал недавно открытие 220 мистиков, я сейчас буду комментировать открытие 215 вот этих вот контейнеров сюрприз. И по моим подсчетам, Даня потратил на открытие данных контейнеров более 320 тысяч голды. Это если считать контейнеры по 50 тысяч, ну и соответственно домазать еще мелкими наборами. Это практически вся моя золотая копилка и понятное дело, что я себе такого позволить не могу. Поэтому, друзья мои, давайте посмотрим, что у Дани с этого получилось. Но я очень сильно надеюсь, что Даня окупился. Хотя я не знаю, что там должно выпасть на такую сумму, для того, чтобы окуп пошел. Ну что, ребят, поехали. Я, как обычно, буду записывать голду, которая будет выпадать и буду записывать танки, которые Даня получил. Ну а потом все вместе просуммируем и подведем итоги. 750 золотом падает из контейнера. Танк не выпадает. Дальше следующее. Химера. Но, давай. Давай порадуй танками. 500 голды. Слушайте, я, честно говоря, не совсем понимаю смысл этого экстрима. Исходя из того, что, как мне кажется, на сумму в 320 тысяч, да лучше просто скупить полностью все, что в игре продается. И то толку будет больше. Особенно, если ты не создаешь контент, как это делаю я. А, 5 тысяч! Ничего себе! Ну, слушайте, падает неплохо. В общем, если не создаешь контент, а покупаешь какие-то товары исключительно для себя, себе в кайф, ну, тогда на 320 тысяч можно реально закупиться танками, ну, просто-таки под самую завязочку. Напишите в комментариях, какие бы танки, в первую очередь, вы себе приобрели. Ну, и, соответственно, скажите, открывали ли бы вы контейнеры в таком количестве или, может, все-таки покупали бы наборы и товары непосредственно через игровой магазин. Я никогда не рекомендую открывать контейнеры, никогда не рекомендую прокручивать рулетки, просто по той причине, потому что понимаю, что не обязательно, что из контейнеров или из рулетки вы получите то, что вы действительно хотели бы себе заиметь в коллекцию. Шкода Т-56, кстати, если... Нет, не кстати. Хотел сказать, кстати, если выпадет, то будет неплохо. Но, да ладно. Эмиль, 1951, что контейнер приносит? 500 голды. Вообще, ребят, вот эти контейнеры сюрприз, я их немножечко не понимаю. Для меня всегда ассоциировались контейнеры с котом в мешке. Почему так? Потому что ты берешь мешок и ты не знаешь, а точно ли там этот кот есть. А контейнеры сюрприз это такой себе мешок с мешками внутри, в которых, возможно, где-то что-то лежит. Короче говоря, масло масляное, ну и по большому счету не факт, что что-то заберешь. Как видите, сейчас уже открыто большое количество контейнеров и при этом всем, ну, как-то не выпадают. Не выпадают танки, ни одного танка пока нет. Да, голда потихоньку возвращается, но себестоимость, себестоимость контейнеров, мне кажется, что выше, нежели та сумма голды, которая падает. Астрон Рекс, ну, давай, покажи, покажи мастер-класс Астрон Рекс, дай что-нибудь. Ничего не дает, свободка, иксы и бустеры. Где хотя бы один танк, я не понимаю. Где это все? Покажите мне, покажите мне танчик. Впереди еще целых 198 контейнеров, реально очень много, и честно говоря, пока я результата как такового не вижу. Сейчас буквально еще два контейнера откроются, и если из них ничего не будет, то получается, что из 20 контейнеров, ни одного танка. Да, голдишка немножко где-то как-то там упала. Химера, 750 голды. Да, 750 голды. Я, кстати, обратил внимание, что из этого контейнера до этого выпадало 750 золотом тоже. 500, 500 голды. Колебан, колебан, который крайне редко появляется на продаже. И нет, колебана нет, и голды тоже нет из контейнера. Тысяча. Я так понимаю, что когда выпадает по тысяче, то это как раз собирается сертификат на косарик за количество открытых контейнеров. Ребят, ни одного танка. Ни одного танка. Это просто ужас какой-то ужасный. Еще полторушка падает. Ну это кошмар, реально. 25 контейнеров и ни одного, ни одного гусеничного экземпляра. Ну, давай клинка ему. Нет, не дает 500 золотом. Там еще был сертификат на 28 тысяч свободки. Не знаю, цена ли она для Дани, или она ему ничего не стоит. Мне кажется, что за свободкой он точно не гоняется. Опа, 200 золотом. Блин, это даже не смешно. Еще раз контейнер на Эмиль 1951. Уже один был. Еще 500 голды. Точно так же, кстати, обратил внимание, как с Химерой. 750 несколько раз выпадало по Химере и по 500 за 1951 контейнер. Еще раз. Еще раз возможность забрать коллекционного клинка. 500 голды. Опять на клинка? Ну, и что здесь? Тысяча. Тысяча с золотом. Еще 1000 голды. Нет танка. Танчика нет. Эмильчик. Будь добр, выпастили 500 голды. 750. Ставки пошли на повышение, ребят. Еще раз Эмиль 1951. Но... Тысяча с золотом. Колебан. Да где же танки-то в конце концов? ВЗ-114. Нет ВЗ-хен. 28 тысяч свободного опыта. Астрон Рекс. Не сильно интересно, прямо скажем. Ничего. Вообще ничего. Лансен С. И Лансена нет. И золото перестало падать. Еще раз клиночек. Тысяча с золотом. Объект 260. Еще одна десятка под вопросом. И... Нет. Нет десятки. 500 золота. Су-130 ПМ. Очень хорошая ПТХ. Очень. Есть. Вот она. Вот она. Первая. Су-130 ПМ выпадает. Но, блин. Слишком. Слишком, мне кажется, много контейнеров было открыто. Для того, чтобы просто получить сушку. В итоге. 500 золотом. Раунд в Панзер. 1500 приносит контейнер Раунд в Панзера. М4Ю. Или Ю. Как его там правильно называть? Да. Да. Нет. Блин. Я так обрадовался. Смотрю, много наград падает. Подумал. Ну вот. Наконец-то. Будет еще одна машина. Супер Конкуайр. Очередная десятка. И... Нет. 750 золота. 9001П. Дразнит. Дразнит. Дразнит коллекция контейнеров этим танком, блин. И не дает. И не дает. Вот этот звук говорит о том, что кто-то только что подписался. Спасибо большое. Экшен Икс падает. Экшен Икс. Ну, нормальненько. Нормальненько. Ничего. Ничего страшного. Все будет хорошо. Ну, два танка. Два танка есть. Золото падает. Но маловато. Маловато. 500. 500 голды. Лансен Цен. Нет ничего. Химера. Химера. 750 золотом. Даешь или даешь танк? 500 голды. В этот раз пожадничали. 1000 золотом. И контейнер на Шкоду. Нет Шкоды. Объект 907. Еще одна великолепная десятка. И... Нет. 750 золотом. Эмиль 1951. 500. 500. 1000. 1000. Ну. Джессорчик. Падаешь? Нет. Нет. Не падает. Шкода Т56. Нет. Нет Шкоды, блин. Слушайте, смотрю на контейнеры Астрон Рекса и понимаю, что контейнеры на Астрон Рекса вообще никакие. Из них просто ничего не выпадает. 260-й в очередной раз приносит 750 золотом. Ну вот из некоторых контейнеров падает голда хоть как-то, да? А вот из части контейнеров вообще ничего не возвращается. Это очень грустненько. Еще раз контейнер на сушечку. 500 золота. Рамф Панзер. Нету. Нету ни Рамф Панзера, блин. Ни золота, ни чего-то еще ценного. 1000 голды и 274-й А. Два дня према и 28 тысяч свободного опыта. Объект 274-й А еще раз. Два контейнера подряд на объедка и... Нету объедочка. Забьели объедка и забрали его себе. Бурасик. По-моему, первый раз выпадает контейнер на Бураска и здесь у нас пусто. 19.51. Ну вот то, что я говорил. Видите, есть контейнеры, из которых реально голда выпадает постоянно. Да, пускай не конкретная сумма. Что приносит 907-й? Еще 500 голды. Вот видите, 907-й, 1951. Су-130, кстати, по-моему, тоже несколько раз приносило именно голду. И вот в очередной раз 750 золотом. Су-130 ПМ только что было 750 голды. По-моему, а здесь еще одна сушечка. И 3750 компенсации. 3750 добавляется в копилку. Еще одна сушка. Будет? Нет, не будет. 500 золотом. 907-й тоже, кстати, приносил голду все разы открытия. И сейчас приносит 750. Химера. Химера. Тоже, кстати, приносила. И еще кто-то один подписался, ребят. Берите, берите на заметку. Подписывайтесь на канал. Здесь всегда много чего интересного. Тысяча с золотом. И еще один шанс забрать десяточку. Нет десятки. 750 с золотом. Ребят, ваши подписки очень важны. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Мне безумно приятно. Вам абсолютно бесплатно. Ни гроша не платите. За прожатие. Как на лайкосик, так и на подписочку. G-SOR 10.08. Будет? Нет? Нет, не будет. И ничего с собой не приносит. Астрон Рекс. Ну, на Астрон Рекса я даже не рассчитываю. Ни на голду, ни на танк. Потому что, ну, не выпадало ни разу ничего. Еще раз 260. И явно 750 с золотом, если не машина. 750 с золотом. Слушайте, такое впечатление, что 750 с золотом из контейнера на объекта 260-го. Это чуть ли не гарантия. Постоянная. 750 с золотом. В плюс. Раунф Панзер. Нет Раунф Панзера. М4. Ну, что здесь? 5000! 5000! Слушайте, ну, неплохо. Ну, неплохо. 5000. Это очень круто. По-моему, 5000 еще ни разу не выпадало. 750 с золотом. Я помню, было 3000. Но так, чтобы сразу 5. Еще косарь. Еще косарь. Су-130 ПМ. Спасибо большое за подписочка на канал. 750. Шкода Теписис. А? Нет. И еще кто-то подписался. Ребятки, спасибо большое. Так, Калибан. Давай. Выпадай. Но! Нет, 500 с золотом. Лансенце. Тоже пустота. Хотите, верьте, хотите, нет. У меня уже рука устала записывать золото, которое выпадает. Есть немножечко пауза с передыхом. Но Химера пришла и сейчас принесет золото. Стопудово. Пожалуйста. 750. Лансенце. Господи, мы только до половины подходим. До половины. Еще столько же впереди. Если по золоту он вышел в плюс, я офигею. Серьезно. Я, наверное, сам тогда солью всю свою золотую копилку для того, чтобы ее приумножить. Ну, такой себе депозит. Джессорчик. Нет. Тысяча голды из Шкода. Пять тысяч. Пять тысяч. Еще раз. Это уже 10 тысяч сразу. Как с куста. Два раза. По пять. Нет. Ничего, к сожалению. Экшен Икс. Пятьсот золотом приносит. Супер Конкуайр. Давай, коняка. Выпрыгивай. Нет. Семьсот пятьдесят. Еще раз Супер Конь. Ну, здесь-то хотя бы будет. Нет. Нет. Еще пятьсот. Эмиль девятнадцать пятьдесят один. Семьсот пятьдесят золотом. Девяносто-то льдин пэ. Пятьсот голды. Двести золота вместо Калибана. Ну, маловато, честно говоря. Честно говоря, маловато. Тиэль семь сто двадцать. Первый раз за все время открытия. Не выпадает. Су-130 ПМ. Либо компенсация за тачку, либо просто голда. Тысяча золотом. Еще тысяча с Химерой вместе прилетает. И тысяча от Химеры. За три контейнера три тысячи голды вернулось. Неплохо. Рамф Панзер. Ну, пустота. Пустота. Точно так же, как и с Астрон Рексом. И с Лансеном Ц. Еще тысяча. Ну, слушайте, ну, по танкам совсем, совсем сухенько. Два раза Су-130 ПМ и Акшен Икс. Это очень мало. За такое это количество контейнеров открыты. Хотя, с другой стороны, это ж не открытие конкретно контейнера сюрприз. Это открытие контейнера на каждый из этих танков. А там свой процент выпадения и свои шансы получить, ну, какую-то голдишку, допустим. 750. Супер Куань. Спасибо тому, кто только что подписался на канал. Ребят, берите пример, подписывайтесь. Если вы смотрите без подписки, зря, зря, очень даже зря подписывайтесь. И будете постоянно получать уведомления о выходе все новых и новых видео. Джессорчик. Объект 260. Еще 750 с золотом. Косарик. 750. Химера. Ни разу не видел, чтобы с Химерой не выпала голда. 500. Бурасик. 500 золотом. Обратил, кстати, внимание, ребят, что контейнеры выпадают плюс-минус одни и те же. Хотя количество контейнеров, которые там внутри в контейнере сюрприз, Астон Рекс все-таки падает. Неплохо. Так, Астон Рекс записал себе и продолжу мысль. Обратил внимание, что выпадают, в принципе, одни и те же контейнеры. То есть плюс-минус каких-то там 8-10 танков, контейнеры на них по кругу ходят. Хотя по факту контейнеров по разнообразию внутри контейнера сюрприз гораздо больше. Мне кажется, что здесь что-то не так, что-то не то происходит с этим контейнером. Должны быть контейнеры на разные машины, как мне кажется, а не на одни и те же. Ну, реально, вот обратите внимание, напишите, заметили ли вы, скажем так, хотя бы после того, как я обратил на это внимание, солидарны ли вы со мной в данном вопросе, что выпадают контейнеры плюс-минус на одни и те же танки. Меня лично это очень сильно удивляет и настораживает. Где контейнеры на другие машины? Еще тысяча золотом и... Нет, нет, Шкоды нет. Астрон Рекс в очередной раз. 200 золотом. Калибан. Химера. Ну, как обычно. ВЗ-114. Тоже не выпадает. Слушайте, 87 контейнеров осталось, а всего, всего три танка, ну и одно повторение. Как мне кажется, это очень, очень мало. 500 голды. Я бы не рискнул, серьезно. Я вот сейчас сижу, примеряю всю эту ситуацию на себя и понимаю, что я бы свою золотую копилку на эти контейнеры уж точно не сливал бы. 750. Еще тысяча и в очередной раз, а точнее во второй раз на телечку. Тельки нет. Джессор. Выпади, выпади. 5000. 5000. Третье выпадение 5000 за все время открытия. И снова Калибан. И снова пустой. Эмиль-1951. Ну, давай. 500. Что-то будет, что-то бу... Блин. Я так понадеялся, что сейчас выпадет что-то жирное, а в итоге просто 200 золотом упало. А как красиво смотрелось-то, да? По чесноку. 1000 золота, контейнер на М4. Нет танка. Нет танка. Бурасик. Бурасик. Редкий, редкий контейнер на все количество тех, которые выпадали. Выпадало очень мало на Бураска. По-моему, это был третий только контейнер. Химера. А вот на Химеру сыпет прям, прям вообще. Тель-7124, контейнер тоже пустой. Какая досада. Еще один контейнер на Тельку и 1000 голды. 200 золота. Маловато. Маловато. Есть. Объект 907. Десяточка приземляется. Ну, наконец-то. Наконец-то хотя бы одна десятка. Это уже классно. Сколько он стоит в голом состоянии? Ну, 1017 с половиной точно. Золото. Всего лишь сотка. Это прям обидно. 274А. Не приносит ни голды, ни танка. Экшн-Х. 500 золота. Давай еще одну десятку. Давай клинка выбрасывай. Нет, тысяча. Всего лишь сотня. Джессорчик. Выпади. Нет. Джессора. Ничего с Джессором. Тысяча золотом по сертификату. И ничего. Калибана нет. Есть только внешний вид для Калибана. Вуа. Бизонте. С-45. Тоже нет. Химера. Химера. 500 золотом приносит. Пустота. Ну как пустота. 28 тысяч свободки по сертификату. Ну а ни голды, ни танка. Еще раз Калибан. Внешний вид на него есть. Дай чеку танк. Хотя что-то мне подсказывает, что у Дани он присутствует в ангаре. Навряд ли у него есть какие-то танки, которых у него нет. Вот это я сказанул. Навряд ли существуют какие-то танки, которые еще у Дани в ангаре не стоят. Полторуха. Калибан. Барабанная дробь для Калибана. 3000. 3000. Ну. Это хорошо. Это хорошо. Если нет Калибана, а 3000 есть, это уже очень классно. 3000, мне кажется, точно явно выше, нежели себестоимость одного контейнера открываемого. Еще 500 золота. СУ-130. Два раза сегодня ты уже была. 750. Бизон ТЦ-45 в очередной раз выпадает. По-моему, раньше пусто было в контейнере без голды. Ну, и то же самое здесь сейчас. Два раза, по-моему, по 200, да, там было свободки. Это вообще ни о чем. Астрон Рекс. Тоже пусто. Лансен С. 3000. Объект 907. Выпадал сегодня уже. Порадуешь еще раз? Компенсации. Нет. 500 голды. А так компенсация была бы 7,5. Мне кажется, было бы гораздо интереснее. Экшн Экс. 500 золота приносит. Но это хорошо, потому что был бы Экшн Экс, была бы компенсация серебром. ВЗ-114. Не выпадает. 28 тысяч свободного опыта по сертификатику. И следующий контейнер на Химеру. На Химеру, скорее всего, 500 или 750. Сколько дашь? 750. 750 с золотом. Раунд в панзер. Пустые контейнеры. Если танк не выпадает, голды не будет. А здесь у нас есть! Есть раунд в панзеры. 100 с золотом. Прям-таки сверху вишенка. Вишенка на торте. Тысяча. И 750 сверху. Экшн Экс. Давай золото. Не надо выпадать. 500 с голды. Господи, сколько ж мне считать надо будет на калькуляторе все это дело? Бизон ТЦ-45. Тысяча с золотом. Объект 260. Дразнит сегодня всю дорогу. Он точно так же, как клинок. А приносит всего 500 с золотом. Астрон, не выпадай. Дай голды. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что услышал. Господи, переживаю как за себя. По факту это все уже произошло. Чего нервничать? Просто смотрим запись. Супер Конкуайр. Нет. Нет. Пятихаточка. Галдишкой. Химера. Делаю ставку на 500 с золотом с Химерой. 750. Ставка не сыграла. В казино сегодня не еду. Не умею. Не умею предугадывать. Да, и мне кажется, что в жизни не предугадаешь, что и как будет. Еще 750 с золотом. Тель 7-120. Тоже сегодня несколько раз мелькал. По-моему, это уже шестой или седьмой контейнер на него. Нет телечки. 1000 и ВЗМ. 114. 750 голды. Ничего. Ничего. Еще 500 с золотом. Ребят, так, чтобы вы понимали, записываю в клетчатой тетрадке и уже четвертый столбец на странице заканчивается. С цифрами по голде, которая выпадает. Бурасик. Бурасик, порадуй выпадением. Опа. Опа. 1000 с золотом. Калибан. Тоже несколько раз сегодня был, но, к сожалению, не выпадает. Ну, был, в смысле, контейнер. То же самое касается и клинка, на которого сейчас выпадает контейнер. С него всего лишь 500 голды. Ну, почему всего лишь? Потому что тачка крутая и хотелось бы все-таки танк увидеть, а не 500 с золотом. ВЗ-114. Также сегодня достаточное количество раз мелькал, но, увы. Увы, ничего нет. Экшн-Икс. 750 золота. 750 золота. Ну, неплохо. Полторуха за два контейнера. Плюс 1000. И еще один раун в панзер. Нет. Еще одного раун в панзера нет. Эмиль1951 всю дорогу радовал выпадением голды. 500. ВЗ-114 покажи. Есть! Есть ВЗ-114. ВЗ-114 выпадает. Слушайте, неплохо. Неплохо. Но. Давай. 750 золотом сюда. Давай еще клинка. Дай клинка на пару. Нет. Су-130 ПМ. 750 голды приносит. Лучше бы выпало и было бы 3 750. Химера. Ставлю на 750 золотом. А, блин, опять ставка не сыграла. Непредсказуемая химера. Лансенце. Ребят, подходим потихоньку к финишу. Потом возьму обязательно паузу на то, чтобы все это дело посчитать. Посмотреть, сколько золота вернулось. Ну и, соответственно, подобьем с вами итоги. 1000 голды. Астрон Рекс. Нет Астрон Рекса, слава богу. Но и голды не дает. Как вы знаете. Так, что случилось? Что, подзависло, что ли? Или взял паузу. Палец, наверное, устал уже. Таньки открывать контейнеры. 1000 золотом и... TL7120. Ребят, я, честно говоря, вот... Очередная мысль, которая появилась, хочу ее поделиться. Мне почему-то кажется, что... Ну, не получаешь ты особого удовольствия, когда вот такое количество контейнеров открываешь, потратив такую сумму золота. Скорее всего, все, чего душа хочет при таких условиях, явно уже присутствует в ангаре. Мне кажется, что такое количество контейнеров по фану и вот с мега адреналином можно открывать только тогда, когда тебе их прислали в подарок. Это мое мнение. Напишите свое в комментариях, согласны вы со мной, не согласны на данную тему. А вообще, напишите, досмотрели ли вы до этого момента и перематывали ли вы видео. Вот это для меня гораздо интереснее. 500 голды. Объект 907. Был сегодня. Выпадай еще раз, чтобы компенсация по-людски была. Шкода Т56 и... 500 золота. Астрон Рекс. Не выпадай, пожалуйста. 10 тысяч золота. Это самая большая сумма голды, которая выпадала за все открытие всех 215 контейнеров. Ну, по крайней мере, пока. Я не знаю, может, сейчас еще что-то будет. Спасибо большое тому, кто только что подписался на канал. И вы, кстати, ребят, если не подписаны, подписывайтесь прямо сейчас. 500 голды. Все, ребят, подходим к финишу. Подходим к финишу. И на финише у нас контейнер на клиночка. 750 голды приносит. Раум в панзер. И на этом привет. На этом, ребят, контейнер заканчивается. Раум в панзер не выпадает. Ладно, пошел подбивать итоги. Ну что ж, друзья, давайте подбивать итоги. Наконец-то смог посчитать. И что у меня получилось, сейчас озвучу. Но перед тем, как это сделать, хочу забрать немножечко свои слова обратно по поводу контейнеров, которые не выпали. Я посмотрел содержимое контейнера сюрприз. И да, на удивление, все из этих контейнеров, которые тут присутствуют, выпадали в процессе открытия. Поэтому данный вопрос снимается однозначно. Что мы получаем по калькуляции? По калькуляции все очень просто. Было потрачено, грубо говоря, 320 тысяч с золотом. Самой голдой из контейнеров вернулось 146 тысяч 150. 59 тысяч 500 это стоимость машин, которые выпали. Напомню, выпал СУ-130ПМ, выпал Экшн-Х, Астрон-Рекс, Объект-907, Раум в панзер и ВЗ-114. Каждую из этих машин я оценил по их реальной стоимости в голом состоянии, каких продают в магазине. И на выходе получается, что суммарно золото и танков было получено на 205 тысяч 650. Получается в сухом остатке в минусе 114 тысяч 350 голды. Ну как, в минусе за эту сумму Даня купил себе всякого робота Свободки, Иксов и прочей дребедени. Пишите свое мнение по поводу данного открытия в комментариях. Я с удовольствием почитаю. А еще подписывайтесь на честный канал. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok